Друзья, всем привет! Перед началом этого видео хочу попросить, чтобы мне написали еще два аккаунта. Вы можете видеть себя на экране. Напишите мне, пожалуйста, ВК, Инстаграм или Ватсап. Ссылочка будет в описании. Вы победили в конкурсе, и уже мне трое победителей написали, но от вас пока вместе я сообщений не получал. Поэтому напишите мне, чтобы я уже смог на выходных вам все отправить. Теперь перейдем к самой сути видео. Мы будем сегодня привязывать леску к крючку. Как бы смешно это ни звучало, но все-таки некоторые люди не знают, как этого делать, потому что рыбачат на такие вот мормышечки. Как знаете, их привязывать гораздо легче. Как видите, здесь такое небольшое ушко. Здесь достаточно продеть просто леску и завязать узелочек, и уже мушка будет привязана. Но все-таки в основном я мушки делаю на таких крючках, как видите, с ушком. И поэтому такой способ здесь работать не будет, потому что толщины узелка не будет хватать, чтобы именно задержать эту мушку на леске. Поэтому сегодня покажу тем узлом, которым пользуюсь я. Ну и еще один узел покажу. Я вам именно хочу показать тем, чем пользуюсь я на речке, и что является, как по мне, самым легким в исполнении именно в условиях реки и в лесу. Потому что там хочется быстрее поменять крючок, сменить мушку и уже начать рыбачить. Узел, который вам сейчас покажу, нам, конечно же, потребуется крючок и сама леска. Сперва продеваем леску в петельку, затем немножко вытаскиваем самой лески, ну, примерно, может быть, сантиметров 5. Но тоже слишком длинно ее здесь делать не нужно. И теперь берем ее таким образом, чтобы у нас еще немножко осталась сама леска за пальцем. И теперь сам крючок начинаем скручивать. Здесь без разницы, в какую сторону крутить. Главное, чтобы леска начала у нас скручиваться. Примерно оборотов 5 будет вам достаточно. И теперь вот эту леску, которую мы оставили, мы продеваем в леску, которая у нас есть. Так, теперь здесь главное ее поймать. Вот таким вот образом подтянуть. И сам, саму леску, как бы уже основную, таким вот образом затянуть. И узел у вас уже затянется самостоятельно. Как видите, вот такой вот узелочек аккуратненький получаем. Теперь можно обрезать леску. Ну, не прямо под самый корень, а вот буквально столько ее нужно оставить. В видео на ютубе показывают, что они обрезают леску, и у них все в порядке. Но они в основном на нитке показывают, чтобы было лучше видно. Но, думаю, вам леску мою тоже было видно неплохо. Но этого будет недостаточно, потому что если попадется рыба, сделает достаточное усилие. Как видите, я начинаю тянуть. Все, наш узел развязался. Чтобы такого не было, нужно использовать зажигалку. Сейчас я опять сделаю за кадром узелок и уже покажу, что нужно сделать. Сделал я опять узелочек. Теперь нужно вот так вот пальцами спрятать основной узел и оставить только немножко лески. И взять в руки зажигалку. Теперь аккуратненько, можно здесь немножко потерпеть. Пробуем зажигалку. И главное, чтобы у нас создался вот такой вот небольшой кругляшочек из лески. За счет того, что она у нас начинает плавиться. Примерно вот этого будет достаточно. Теперь берем в руки опять щипцы, чтобы уже показать вам, что здесь ничего не распустится. И начинаем тянуть. Как сильно бы я не тянул, как видите, леска автоматически затягивается до этого момента, где у нас узелок, и дальше она уже у нас никуда не дается. Получается такой автозатяг как бы. И здесь как бы сильно мы уже не тянули, у нас никуда ничего не денется. Прям очень сильно тянул. Ну, в основном, я с таким узлом только теряю мушки из-за того, что они зацепляются. И леска где-то вот в этих местах трется об камни, как это бывает. Потому что крючок под дно идет, леска тоже где-то цепляется. И здесь такие небольшие заусенцы получаются. И из-за них именно самой мощи лески не хватает, и она рвется. Поэтому в основном из-за этого только появляются у меня обрывы. Чтобы сам узел развязывался, у меня за рыбалку такого не было. Только в основном отрыв, либо сам крючок разгинается. Также я хочу вам показать еще один узел. Для этого потребуется согнуть леску в два раза. И перед этим еще можно пинцетиком пройтись. Потому что нам нужно в дальнейшем эту леску вдеть в ушко крючка. Если вы попытаетесь ее согнуть руками, то у вас вряд ли, наверное, что-то получится. Теперь продеем эту двойную леску в крючок. Вытягиваем ее. И теперь наша задача с помощью этой двойной лески сделать здесь... Точнее, примотать ее как бы к крючку. Для этого здесь загинаем ее. И продеем эту двойную леску в наше ушко, которое у нас получилось. Вот таким вот образом все это я делаю. Вот так. И теперь вытягиваю. Здесь до конца не затягиваем. Нужно еще перед этим нашу леску продеть через крючок. Или крючок через леску, без разницы. И теперь нужно затянуть. Как видите, здесь у вас такая небольшая проблемка может возникнуть. Потому что у крючка есть такая вот завитушка. Как можете видеть, и за нее будет цепляться сама леска, что вы можете видеть сейчас на экране. Поэтому здесь нужно немножко помочь пальцем ей, чтобы она уже потом затянулась у нас вот таким вот образом. И уже была сверху. И теперь потянем за леску. Она у нас затянется. И теперь можем уже обрезать излишек. И в чем преимущество этого узла? Его вроде бы как не нужно даже зажигалкой поджигать. Потому что я пробовал его разрывать. Ну, именно вот таким вот образом обрезать. И попытаться разорвать. Но у меня ничего не получилось. Порвалась самая леска. Что очень удивительно. Не знаю, может быть это узел такой хороший. Или просто я плохо что-то сделал. Но не знаю. В общем, вот так вот оно получается. Но все равно для перестраховки я бы еще здесь поджег бы леску зажигалкой. Чтобы уже наверняка все прочно держалось. Также здесь защищаю основной узел пальцами. И теперь поджигаю. Даже после того, как я вот поджег леску. Можете видеть здесь вот такой небольшой шарик. Он даже с места никуда не денется. Если я начну тянуть леску. Потому что очень хорошо этот узел держит. Как видите, очень сильно тяну. Уже практически на грани того, чтобы порезать руки. Можете видеть, что после всех этих усилий. Как шарик был на одном месте. Он даже не затянулся до самой лески. Поэтому в принципе, после того, как вы сделаете такой узел. Мне кажется, даже зажигалку здесь применять и не придется. Но все зависит от вас. Если хотите уже наверняка перестраховаться. Я бы на вашем месте все равно делал вот такой вот небольшой шарик. И вот два узла сегодня я вам показал. Но также хотел бы вам сказать, что есть еще такая штучка, как быстросъемы. Очень хорошая вещь. Я именно пользуюсь вот такими. Это никакая не реклама. Просто хочу вам сказать, что есть такая штука, как быстросъемы. Наверное, в любом рыболовном магазине продаются. Очень хорошая вещь. Не нужно перевязывать каждый раз крючок. Достаточно здесь одного узла сделать. Именно привязать сам быстросъем. А потом уже менять только сами крючки. Но для этого потребуются уже именно крючки вот с таким ушком. Если вы будете использовать крючки с напайкой, у вас ничего не получится. Ну, в общем, здесь как бы между ними, можно сказать, вот такими вот крючками, вот такими быстросъемами. Наверное, такая небольшая война, если так можно сказать. Потому что здесь всего лишь нужно сделать узелок. И мушка у вас будет привязана. Тоже как бы быстро считается. Ну и можно быстросъемом воспользоваться. Но здесь уже все зависит от вас, с каким крючком вы рыбачите. Либо с напайкой, либо с обычным крючком. Но я использую в своих мушках вот такой вот крючок, как видите, с сукшиком. Поэтому здесь я отдаю предпочтение быстросъемам. А вот такие вот крючки как бы, ну, я не использую. Если меня попросят мушки связать, то я вижу на таких. Ну, а так сам ими не пользуюсь. Такое видео получилось. Какой крючок использовать, какие узлы решать вам. Уже на ваше усмотрение. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на YouTube канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем удачи и пока.